Радив Шакирзянов день совершает по несколько рейсов и раз в полгода заезжает на станцию техобслуживания. Показать тормоза, ходовую, коробку передач. Радив возит пассажиров, поэтому техосмотр для него все равно, что экзамен на профпригодность. Аптичка, огнетушитель, аварийные знаки, ответственность большая, поэтому машина должна быть всегда в хорошем состоянии. В СТО автобум. С утра это уже 10-я или 11-я машина, желающих успеть пройти ТО максимально без нарушений. Ведь скоро сделать это будет сложнее. В России ужесточили правила техосмотра, теперь его не пройдут машины с наклейками, без аптечки или без шипов на всех четырех колесах. Это не ужесточение, это нормальная практика, это так и должно быть, по идее, потому что часто встречаются на дорогах те автомобили, которые реально не в состоянии, грубо говоря, ездить. То есть это же наша безопасность, то есть аптечка, огнетушитель, конечно же, жилет, это все должно быть. Непонятно, что здесь. То ли чиновники хотят найти себе место для работы, чтобы обеспечить это дело, то ли просто жизнь усложнить. Я не увидел ни одного рационального зерна в том, что предлагается. А вот эксперты по техосмотру в Татарстане говорят, новые правки это не изменения, а скорее уточнения в уже существующий свод. Но такие, что проверку выдержит далеко не каждая машина. Так техосмотр может не пройти даже машина, идеальная на первый взгляд, потому что одно дело внешний вид, а другое начинка под запретом малейшее изменение конструкции. Например, газобаллонное оборудование или какие-либо другие, то при прохождении технического осмотра непосредственно будут проверяться документы в соответствии данного дополнительного оборудования по разному средству. Чем серьезнее окажутся требования к машине, тем дольше ее будут проверять. Теперь на один и тот же фургон где-то потратят полчаса, а где-то почти час. Впервые перед СТО встало столько конкретики. Я считаю, что это все-таки пойдет на пользу безопасности дорожного движения в первую очередь. Да, придется кому-то там с неисправными автомобилями затратить, так скажем, на то, чтобы привести их в порядок. За другим участникам дорожного движения будет намного безопаснее. Без аптечки не поехать, зато с конденсатом легко. Эти же правила подарили автолюбителям и небольшие послабления. По ним техосмотр можно попробовать пройти с подтеканиями из двигателя, коробки передач или аккумулятора. В новых правках это не запрещается. Рамиль Шайдолин, Игорь Романов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова